Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале! Спасибо, что заглянули мои пусечки! Я, кстати, новый маникюрчик себе сделала. Во влоге вам покажу, но, правда, не доделала. В общем, я сделала все. Осталось только сразу наклеить, а то как-то скучно. Вообще без ничего. Многие писали в комментариях, Айка, сделай что-то новогоднее. Но у меня, к сожалению, ни наклеек нету, ни идей никаких. Вот, поэтому я новогоднее ничего делать не стала. Надо купить какие-то снежинки, дедушки-морозы, наклейки. Любимая доставка у меня, епоша. Вкусно! Хотелось бы сказать огромное спасибо моей подписчице Соне, которая написала мне в Инстаграм. Подробно описала все параметры, на что стоит обратить внимание. В общем, кто не в курсе, я хочу купить себе ноутбук. Точнее, уже нашла то, что я хочу. Просто я хочу мониторить цены, еще походить в пару магазинов и посмотреть цены еще и там. Соня, тебе огромный привет! Она мне написала, что не обязательно покупать настолько мощный компьютер. Написала, на что именно стоит обратить внимание. Я же не в фильмах буду монтировать, понятное дело. Вот у меня небольшие какие-то ролики, поэтому зачем переплачивать на то, что мне не нужно. Я просто в этих делах чайник. Она очень хорошо разбирается. Вот. Спасибо вам огромное за помощь. Вообще, мои подписчики, это просто нечто. Все подскажут, покажут, расскажут. Через два дня приезжает мой папа. И до того, как он приедет, хочу уже купить ноутбук, чтобы потом не запариваться, никуда не ехать. Хочу очень много времени провести с папой, потому что давно его не видела. Пообщаться, посмотреть вместе киношки, походить по магазинам, купить ему, подарить что-то. В ноябре у папы был день рождения. Получается, я ему ничего не подарила. Поэтому хочу как можно больше времени провести с папой. Наши родители, это наше все. Закупаю пиво, оставляю отцу. То, что он любит, и он мне говорит. И говорит, сколько палок колбасы тебе купить отсюда? Что привезет папа тебе? Сколько палок колбасы? Я папе говорю, не стоит. Я уже здесь нашла российскую колбаску, черкизовская называется. Правда, дороже намного, чем у вас, но все равно нашла все-таки. И так как он на самолете, это все перевес будет, он будет переплачивать. Я говорю, папе стопе, ничего не надо, сам приезжай, все остальное мы здесь купим. Кстати, многие спрашивали, что у меня за помада на губах. Постоянно, когда я использую этот блеск, у меня вы спрашиваете. Это недорогая помада от JADEM. Серия называется Crystal и оттенок 552. Помада недорогая, где-то 800 рублей стоит. Может, чуток побольше. Мне сложно говорить о ценах, потому что везде цены разные. Например, я сравнивала. Например, NYX в России стоит дороже, чем у нас. А, например, Pupa у нас намного дороже. С одной стороны, все пишут, что говорит цена. А с другой стороны, цены могут отличаться от того, что я говорю. Даже Шейн, прикиньте, в разные страны там разные цены на товары. Но я вам все равно всегда это пишу внизу цены, хотя у вас могут отличаться. Там у них как? Например, бесплатная доставка от какой-то суммы. А доставка зависит от места вашего проживания. Они как бы цену доставки уже включают в товар. Поэтому в зависимости от того, в какой стране вы находитесь, цена товара тоже меняется. Но это позиционируется как будто бесплатная доставка. Но все равно цены обалденные. Кстати, у меня посылка до сих пор едет. Я вам обязательно сниму распаковку. Просто я ожидала, что к моему дню рождения приедет посылка. Но нет. Все, ждем и ждем. Надеюсь, хотя бы до Нового года. Еще я в прошлом видео сказала, что квартиру в Саратове можно купить за 200 тысяч рублей. И тем самым некоторых зрителей из Саратова обидело. Так вот, ребята, я не хотела ни в коем случае вас обидеть. Ни в коем случае ничего плохого сказать про Саратов. Я Саратов очень-очень люблю. От всего сердца. Прям обожаю. Это город, в котором я выросла. У меня очень много хороших воспоминаний, связанных с Саратова. И эта фраза была сказана просто в шутку, без задней мысли. У нас рядом со школой была общага на Стрелке. И там как раз-таки комнаты стоили 200 тысяч. Ну, понятное дело, сейчас цены везде подскочили. И уже таких цен давно нет. Но опять же, эти мои слова, они не были с целью кого-то обидеть. Я просто как бы сказанула, не подумав, так скажем. Наоборот, я собираюсь поехать в Саратов, возможно, летом. С мамой мы вдвоем поедем к папе. То есть зимой папа приедет к нам. А летом, возможно, мы поедем к нему. И, может, даже останемся где-то вместе. Может, даже побольше. Просто, к сожалению, прямого рейса в Саратов нет. И надо лететь с пересадками. А если брать, например, два человека с пересадками, лететь в Саратов, то есть можно чуть-чуть еще сверху добавить и полететь в Турцию отдыхать. То есть если все сложить, что мы потратим для поездки в Саратов, можно поехать в Турцию. на недельку. В Саратове мы тоже должны питаться, гулять, развлекаться. Но мама хочет именно в Саратов. Поэтому летом где-то процентов, наверное, на 70 я поеду в Саратов. Я предлагала маме поехать зимой на следующий Новый год. Но мама говорит, нет. Давай летом. Зимой холодно. А я так соскучилась по снегу. Я так соскучилась по этому хрусту. Это прям, знаете, такая ностальгия. Вот никто не поймет меня. Вот я сейчас смотрю в окно, и у нас прям не снежинки. Как будто лето на улице. Деревья зеленые. То есть, ну все как обычно. Нет этого новогоднего вайба, так скажем. А в России он есть. И поэтому как раз таки за вайбом я туда и хочу. Вкуснотища. Возможно, под Новый год поедем. А возможно и лето. Но по-любому в Саратов я обязательно поеду. Я вам хочу показать школу, в которой я училась. Немножко поснимать влоги. Показать наш старый дом, который мы, кстати, продали. Мне кажется, и вам будет интересно посмотреть. И мне поностальгировать. Поэтому обязательно. В общем, как-то так. Я наелась. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно ставьте лайки. Пишите в комментариях, есть ли у меня зрители из Саратова. Отпишитесь. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.